Добрый день, дорогие друзья! Все мы уже совсем скоро будем праздновать наступление нового 2020 года. Но пока мы еще не углубились в приготовлении и потреблении оливье и селедки под шубой, самое время подвести итоги года 2019. Ну, а год был насыщенным, во всяком случае, в политическом плане. Главное же, что многое из произошедшего будет обладать долгосрочным влиянием на нашу жизнь. Какие же главные итоги 2019 года? Неожиданно самым масштабным политическим событием года стали выборы в Московскую городскую думу. Мосгордума на самом деле – это декоративный и малорешающий орган даже на фоне других региональных законодательных собраний. Однако московские выборы неожиданно подарили нам яркую и захватывающую электоральную кампанию. Показали потенциал оппозиции, раскрыли приемы властей по пресечению политической конкуренции. На этих выборах власть предложила оппозиции играть, ну, как всегда, по заведомо неравным и жульническим правилам. По их задумке ни один независимый политик не мог преодолеть подписной барьер. Мы все с вами доказали, что это не так. Десятки независимых кандидатов смогли собрать подписи и требовать по закону своей регистрации. Властям пришлось идти на грубое и абсолютно незаконное снятие кандидатов. Москвичам опять плюнули в лицо. Их подписи объявили поддельными, а их самих – несуществующими. В России двух кандидатов обнаружено 339 подписей умерших. Десятки тысяч горожан в результате вышли на улицы города в знак протеста против такого унижения и вообще демонстративного пренебрежения их мнения. Ответом властей стал, как обычно, полицейский силовой террор. Почему я считаю московские выборы самым важным политическим событием года? Во-первых, мы смогли убедиться, что протестный потенциал в столице никуда не пропал. Снова, как в 2011-2012 году, на улицы города вышли десятки тысяч людей, важно, с политическими требованиями. Во-вторых, на примере предложенного Алексеем Навальным умного голосования мы смогли оценить потенциал тактического протестного голосования и возможности властей по противодействию такому голосованию. Умное голосование сагитировало порядка 200 тысяч избирателей по Москве. Этого недостаточно много, чтобы решить судьбу выборов вообще, но достаточно для того, чтобы решить вопрос о голосовании на нескольких участиях. Тактическое голосование за согласованный список консолидированной оппозиции могло дать, на мой взгляд, намного лучший результат. Но, к сожалению, предложенный избирателям список не стал таковым и включал неприемлемые для демократического избирателя фигуры, такие, как, например, внука Геннадия Жиганова и господина Губенко. Власть же, в свою очередь, продемонстрировала умение работать со случайно избранными в результате тактического голосования людьми. По всем принципиальным для московской мэрии законам нужное число депутатов исправно голосуют за. Избрание главы Мосгордумы, бюджет города – все это было проголосовано в том числе избранными по спискам умного голосования депутатами. Итоговые результаты голосования вы также видели на табло. 35 депутатов проголосовало за, 7 депутатов проголосовало против и 2 депутата воздержались, 1 депутат не голосовал. Я сейчас это говорю уже не для критики самой идеи тактического голосования. Просто это серьезный фактор, который надо учитывать на ближайшее будущее, на 2021 год. Третья причина, почему московские выборы стали важнейшим политическим событием года – это репрессии. Руку отпустил! Я сказал! Вообще, если и должно быть главное слово в политическом словаре этого года, то это именно слово репрессии. В 2019 году перед властями встал выбор, как отвечать на политическую и протестную активность граждан. Вовлекать ли их в диалог, допускать ли до выборов, идти ли на какие-то уступки – нет. К сожалению, выбор был сделан в пользу самого примитивного силового сценария. Кандидатов в депутаты подверглись многократному административному аресту. Против участников мирных и законных массовых акций были применены уголовные репрессии. Ну а против НКО, медиа, структурированных политических сил, было развернуто законодательство о нежелательных организациях и иностранных агентах. Я лично считаю, что в ходе летней кампании у нас была возможность противостоять репрессивному тренду. Но, к сожалению, общество не удалось убедить в первостепенности задачи по борьбе с репрессиями. И теперь нам предстоит столкнуться с последствиями. Нарастающие репрессии в отношении гражданского общества – это, к сожалению, наше ближайшее будущее. И это стратегические курсы власти. В 2019 году также произошла окончательная победа интернета над телевизором. Ну, то есть, может быть, это произошло и раньше, но никогда еще не было столь очевидно. Новости на Первом канале смотрят в среднем 3 миллиона человек. А документальные фильмы Юрия Дудя про Беслана Колыму посмотрели по 18 миллионов каждый. Это, с одной стороны, абсолютно замечательно. Согласитесь, ведь хорошо, что информацию о политических делах теперь можно узнать не из унылой анатомии протеста, а из совместного трека Оксимирона и фигуранта московского дела Самаредина Рожапова. Какой политактивист? Я таджик и сам бист. Был подписан на риф, клеил чик деобиза. Ну, или, например, из зажигательных видео Егора Жукова. Плохо для нас то, что победили силовики. Но, с другой стороны, это делает интернет очевидной, следующей мишенью для властей. В 2019 году мы видели несколько пробных шагов в этом направлении. Это наезд депутатов на Яндекс, это иски Рамблера к Твичу и НДЖИКС. К сожалению, на мой взгляд, это абсолютно не случайные события. Власти тестируют механизмы постановки интернета под свой контроль. Ну, как они понимают слова «интернет» и «контроль». Конечно, это не будет работать. Но усилия в этом направлении будут предприниматься. Ведь со свободным интернетом Путин и его шайка не смогут править вечно. А желание вечно оставаться у власти – это главное, что заботят самого Путина и его друзей. Такая расстановка приоритетов стала особенно хорошо заметна в уходящем году. На все остальное у властей уже откровенно не хватает ни сил, ни желания. Судите сами. Рост экономики в 2019 году составит в пределах 1%. Реальные доходы населения продолжают падать и падают уже с 2014 года. Половина наших граждан может позволить себе только еду и одежду. В Сибири и на Дальнем Востоке опять горят леса и опять их никто не тушит. Пол страны протестует против беспредела с мусорными свалками. Мы хотим чистого воздуха в Александрове! Да! Жизнь! Да! Жизнь! Да! Озор! 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 Пострадавшим от наводнения Тулуни людей никак не могут обеспечить жильем, несмотря на все поручения президента, которых уже никто не слушает и не исполняет. Так вот, чем же в этой ситуации занята власть? Может быть, она развивает экономику, привлекает инвестиции, помогает бизнесу, создает условия для достойной жизни граждан? Нет. Она затягивает гайки, распределяет бюджетные ресурсы среди своих и прокручивает махинации с целью поднять свою популярность. Причем расплачиваться за эти махинации приходится всем гражданам. Вот похвастался Путин мультфильмом про ракету на ядерном двигателе. А через год радиация после неудачных испытаний той самой ракеты уже совсем не мультяшная. И совсем не Путину она грозит. Росгидромет признал превышение радиационного фона в Северодвинске после взрыва в Неноксе, в результате которого погибли 5 человек. Скачок был зафиксирован 8 августа. Доза гамма-излучения превышена в 4-16 раз, заявляет ведомстве. Или спорт. Ради победы любой ценой на Сочинской Олимпиаде были предприняты колоссальные усилия на государственном уровне. Ну ведь развивать спорт, начиная с детского, долго и муторно. Да это и уметь надо. А допинг – это быстро и с гарантированным результатом. Особенно, когда спецслужбы помогают баночки с мочой менять. И вот результат. Медальки, рост популярности. А то, что результат построен на обмане, так это проблемы других. В данном случае проблемы самих спортсменов, которых теперь отстранили от всех международных соревнований. И это еще наши с вами проблемы. Ведь если использовать спецслужбы не по их назначению, а для всяких махинаций и преступлений, то из спецслужб получается мафия. Что мы, собственно говоря, отчетливо в этом году и видели. Бойцы спецназа попросту грабят клиентов банков. Начальник отдела ФСБ ставит рекорд по количеству денег, найденных при обыске. А сотрудники ГРУ окончательно превратились в банду убийц, гастролирующих по Европе. Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город. Солстырь? Да. Прекрасный город. Но поскольку эти вот самые преступные группировки спецслужб выполняют часть своих преступлений в интересах власти, подчеркиваю, власти, а не государства, то они пользуются безнаказанностью. Один из самых, одно из самых громких событий года, это журналисту «Медузы» Ивану Голунову подбросили наркотики при задержании. Вот посмотрите, преступления есть, а виноватых волшебным образом нет. Вне зависимости, опять же, от того, что там говорит Владимир Путин. Все знают, кто подбросил, зачем, по чьему указанию, но материалы дела засекречены от общественности, а виноватые, похоже, останутся безнаказанными. Да что там безнаказанность? Сам Голунов чудом не отправился за решетку. И только потому, что за него единогласно вступилась сначала журналистская тусовка, а потом и вся общественность. Это, кстати, еще один итог года. Вы настолько защищены, насколько принадлежите к сплоченной и влиятельной профессиональной группе. Смотрите сами, два самых громких освобождения года. Иван Голунов и Павел Устинов. Первого отбили коллеги-журналисты, второго – актерское сообщество. Я это говорю без какого-то осуждения или пренебрежения. Наоборот, эти случаи показывают, насколько важно и действенно объединение людей, будет ли оно по профессиональному или по какому-то другому принципу. Но именно объединение, взаимное доверие, гражданская и политическая активность – это то, что мы можем противопоставить репрессиям и дальнейшей узурпации власти. 2019 год еще раз показал – совместная деятельность, массовые акции прямого действия, участие в политической и общественной жизни – это те механизмы, которые есть у гражданского общества. Не обманывайте себя словами – мы вне политики. Победить в борьбе против произвола можно только политическими методами, даже если победу вам преподносят в форме благодеяния. На тех, кто не субъектен политически, власти абсолютно плевать. Власть опасается только политического разрастания конфликта и либо применяет силу, либо отступает, если понимает, что применять силу опасно. Если мы не будем действовать, то никто и ничто не помешает вот этой вот самой дорвавшейся до власти кучке преступников делать то, что они хотят, невзирая ни на какие последствия для гражданского общества. Они ведь живут по принципу «после нас хоть потоп». Ну или, как его сформулировали на этом плакате, «после нас тишина». На, находящимся у власти, вот этим вот самым немолодым людям, почему-то плевать, что будет со страной после них. Их горизонт планирования – это их жизнь. А мы-то хотим, чтобы страна и люди прожили дольше. Будьте активны, будьте политичны, будьте смелы, и тогда у нас все получится. Всего вам хорошего, с наступающими праздниками и удачи в новом году!